Время новостей на Арктик ТВ в студии Дмитрия Ироха. Здравствуйте! И вначале пару слов о главных темах этого выпуска. Они умирали молча, не выдавая позиций. Северная кавалерия обеспечила очень серьезную помощь Советской армии. В областном центре открыли памятник олене транспортным батальонам. В память об исследователе. Впереди Арктика, впереди освоение Арктика. Мурманск обзавелся уникальным судном, где будет трудиться Казанин-эксплорер. Не только победил немцев на Чудском озере, но и присоединил Заполярье. Эти сведения были утрачены. И слава богу, их удалось найти в зарубежных архивах. Митрополит подписал соглашение с региональным министерством образования и рассказал о роли Александра Невского в становлении Мурманской области. Морская арктическая геолого-разведочная экспедиция ввела в эксплуатацию транспортно-буксирное судно. Его назвали в честь ушедшего из жизни президента Ассоциации полярников Мурманской области и генерального директора МАГЭ Геннадия Казанина. Казанин-эксплорер. Казанин-эксплорер – это мощное многофункциональное транспортно-буксирное судно. Оно было приобретено в Норвегии. И после реактивации и обновления прибыло в новый порт приписки Мурманск. Это действительно дополнительные возможности для загрузки МАГЭ, нашей геолого-различной экспедиции, и самое главное – загрузки на высокотехнологичные проекты. Это проекты Новотека, проекты перевалки СПГ, которое сейчас перешло из Норвегии в Россию. И очень важно, что наши люди, наши суда участвуют в этой работе. Экипаж Казанин-эксплорер насчитывает 15 человек. Но при необходимости число можно увеличить. Судно способно осуществлять буксировку, якорезаводку, а также перевозить различные грузы, включая цемент и буровой раствор. Некоторые буровые установки позиционируются на дипи, некоторые на динамическом позиционировании, при больших глубинах. Некоторые при маленьких, стоят на три ноги, то есть они так называемые самоподъемные. Некоторые позиционируются при помощи якорей. Вот эти якоря мы им заводим, собираем их. Это работа очень тяжелая, очень кропотливая. Якори огромные, поэтому в этом случае дополнительно нам людей присылают. То есть практически выдваивают экипаж. Первый рейс Казанин-эксплорер уже состоялся. Осенью с его помощью была транспортирована буровая платформа для «Газпрома». Кстати, это судно стало третьим под российским флагом, которое МАГ привлекает для работ в Арктике. Впереди Арктика, впереди освоение Арктики. И сегодня технологии идут вперед. То, чем занимается МАГ, оно постоянно развивает новые направления. И будучи находясь здесь на борту этого судна, можно понять, что мы участвуем не только уже в георазведочных процессах, но уже в процессах, связанных с транспортировкой буровых платформ, с транспортировкой перевалки жиженного газа. Судно названо в честь ушедшего из жизни в этом году легендарного геофизика и генерального директора МАГ Геннадия Казанина. Сегодня его дело продолжает сын Алексей. В рамках своего визита на судно губернатор Андрей Чибис вручил Алексею медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медаль за заслуги перед Мурманской областью. Как оказалось, к освоению Арктики имеет отношение и Александр Невский. В Мурманской области стартовали 16-е трифоновские образовательные чтения. Из-за пандемии они проходят в дистанционном формате. Участники обсуждают вопросы, связанные с приобщением школьников к исторической и культурной памяти. Открытие трифоновских чтений состоялось в Мурманске. Они проходят в рамках рождественских образовательных чтений Русской Православной Церкви. Такой ежегодный церковно-общественный форум – площадка для диалога между властью и епархиями Кольского Заполярья. Слава Богу, что эти чтения уже имеют порядковый номер 16. Значит, традиция жива, традиция продолжается. И для нас это очень важно, что это востребовано жизнью. И не проходит для галочки. И каждый год это проходит уже на протяжении 16 лет. Во время пленарного заседания участники подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и науки Мурманской области и епархиями. Такое взаимодействие, по мнению сторон, позволит светскому обществу сохранить традиционные семейные ценности. Несмотря на то, что мы говорим о том, что в Конституции закреплено, что образование и церковь отделены друг от друга, мы не можем забывать о той большой части населения нашей страны, нашего региона, которые получают религиозно-православное образование, в том числе в семьях. Действительно, в курсе «Основы религиозных культур и светской этики» есть модуль «Основы православной культуры». Этот модуль изучается в ряде образовательных учреждений нашего региона. И, конечно, в первую очередь наше сотрудничество направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, на воспитание любви к семье, к ближнему. Образовательные чтения в этом году посвящены 800-летию со дня рождения Александра Невского. По словам Митрофана, митрополита Мурманского и Мончегорского, заслуги князя в присоединении Кольского полуострова к русским землям незаслуженно забыты. Эти сведения были утрачены. И, слава Богу, их удалось найти в зарубежных архивах, чему я посвятил 20 лет исследований о роли Александра Невского, когда в XIII веке он совершил свои великие деяния. Помимо того, что мы все слышали, все знаем, и фильмы сняты, но, оказывается, был совершен полярный поход, в результате которого эти земли пришли в подчинение Новгородской Руси. И таким образом в дальнейшем мы с вами имеем Мурманскую область. Впервые стать слушателями чтения смогут все желающие. Из-за пандемии доклады транслировали в интернете. Записи доступны на сайте Мурманской епархии и Института развития образования. К теме происшествий. Серьезная авария произошла на автодороге Р-21 «Кола». Автомобиль вынесло на обочину, после чего он врезался в световую опору. Судя по кадрам, с места ЧП столкновение было очень сильным, ведь легковушку буквально намотало на столб. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Они были доставлены в медицинское учреждение города Мурманска. А вот что стало причиной аварии, пока сказать сложно. Но, скорее всего, водитель старенькой «Вольво» не рассчитала скорость. Ведь в таких метеоусловиях нужно быть предельно аккуратным, особенно управляя автомобилем с классической компоновкой, то есть задним приводом. Ещё одно ДТП произошло в Мурманске на проспекте Кирова. Водитель внедорожника не захотел уступить дорогу микроавтобусу. В результате столкновения грузовик вылетел на тротуар. Очевидцы аварии сообщают о том, что за рулём внедорожника «Мерседес» сидела беременная девушка. Именно она, по предварительной версии, стала виновницей ДТП. Водитель, выезжая с улицы Зелёный, не уступил дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге проспекта Кирова. Оценить масштабы ЧП можно по кадрам с места происшествия. Столкновение было неслабым. Девушку доставили в больницу. Информации о её состоянии пока нет. 9 декабря отмечают Международный день борьбы с коррупцией. За 10 месяцев текущего года в России выявлено более 2000 преступлений, связанных со взятками. Прокуроры призывают граждан быть бдительными и не путать подарки с проявлениями коррупции. Особенно перед Новым годом. В связи с получением подарка у одаряемого не возникает никаких встречных обязательств. Взятка возмездно даётся за совершение определённых действий. Мотивом для дачи взятки является корыстный умысел в виде достижения определённой цели – получения выгоды, обогащения. 287 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Регион преодолел значение в 30 тысяч инфицированных. Подсчёт ведётся с начала тестирования на коронавирус в Заполярье. Больше всего заболевших в Мурманске – плюс 131, в Кандалакшском районе – плюс 34 и в Североморске – плюс 29. Четыре человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. В Мурманской области создан пятикратный запас лекарств от COVID-19. Они предназначены для пациентов, которые болеют в средней и тяжёлой формах. Противовирусные препараты выдаются за счёт средств областного бюджета. Помощь лекарствами была оказана более чем 47 тысячам пациентов в регионе. Мурманские школьники в 14-й раз завоевали большой научный кубок «Будущее Севера». Одарённые юноши и девушки – участники всероссийских и международных выставок, конференций, а также соревнований молодых учёных. С очередным успехом их поздравил глава города Андрей Сысоев. В современном мире роботами уже сложно кого-то удивить. Их используют в абсолютно различных сферах жизни. Например, с помощью специальных машин можно найти человека и даже спасти его в случае опасности. Комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Пустельга», разработанный мурманским старшеклассником, был создан как раз для этих целей. У нас есть некий важный стратегический объект, который мы должны охранять. Вокруг него облетает беспилотник, распознаёт объекты, которые он видит через камеру. А сервер, на который передаётся список этих объектов, должен распознать, потенциально опасна ли эта ситуация, либо нет. А вот где роботы, пожалуй, уступают человеку, так это в психологии. Об этом не понаслышке знает Ольга Еродская. Девушка занимается научно-исследовательской деятельностью с 2013 года. Сначала увлеклась информатикой, но потом поняла, что хочет помогать людям разбираться в себе. Я взяла пример со своего старшего брата. Он с 7 класса также занимался исследовательской деятельностью. И я решила, что мне это тоже интересно, и начала заниматься и развиваться в этом направлении. Идеи и проекты молодых мурманских исследователей неоднократно оценивались на всероссийском и даже международном уровнях. Одарённые школьники принимают участие в различных научных форумах и конференциях, побеждают в соревнованиях. В этом году ребята завоевали большой научный кубок «Будущее Севера». Действительно, наши ребята достигают очень высоких результатов. И, безусловно, это работа системная. Наша основная задача – создать условия для их развития. То есть, это высочайшего уровня коллективы педагогические, это оборудование в школах, конечно, методическая подготовка. И вот тогда мы будем получать такие результаты. По словам самих школьников, участие в таких интеллектуальных соревнованиях – большой интересный опыт, который помогает определиться с будущей профессией и выбором вузов, которым им предстоит продолжить обучение. В Первомайском районе Мурманску установили мемориал подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Церемония открытия состоялась при участии губернатора Андрея Чибиса. Оленетранспортные батальоны действовали в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны. В условиях Крайнего Севера они были незаменимой альтернативой механизированному транспорту. Вклад этих отважных людей в успех Пицама-Киркенесской операции, освободившей Заполярье от захватчиков, неоценим. Северная кавалерия обеспечила очень серьезную помощь советской армии. И без них освобождение Севера было бы невозможно. Я считаю, что открытие памятника самым скромным солдатам, самым скромным людям, самым миролюбивым бойцам и воинам, оленеводам – это очень важно и исторически правильно. Личный состав оленетранспортных батальонов в основном формировался из представителей народов Севера. В упряжках перевозили боеприпасы, продовольствие, дрова и горючее, а также вели поиски сбитых самолетов и эвакуировали раненых солдат. Идею увековечивания подвига оленетранспортных батальонов впервые озвучила Афанасьева Нина Елисеевна в 2000 году. Но тогда осуществить предложение не удалось. И вновь с этой инициативой выступила Ежова Нина Яковлевна в 2014 году на съезде Саамов в ноябре 2014 года. И данная инициатива была поддержана Саамским собранием САМСОБР и началась совместная работа, итогом которой стала возможность открытия мемориала в городе Мурманск. На создание мемориала правительство Мурманской области выделило грант. А автором долгожданного северянами памятника стал смоленский скульптор Игорь Чумаков. Облагораживают малыми архитектурными формами и городские пространства в ЗАТО Александровск. Около музея в Полярном появится лодка, которую дети вместе с сотрудниками учреждения превратят в яркую инсталляцию. Посодействует в этом и председатель областного отделения художников России Мария Михаленко. Начинающие художники из Александровска слушают лекцию внимательно. Оказывается, вовсе не обязательно получать профессиональное образование, чтобы создавать художественные шедевры. Совсем скоро у ребят будет шанс это утверждение проверить. Благодаря выигранному конкурсу историко-краеведческий музей Полярного сможет приобрести лодку и превратить ее в арт-инсталляцию. Да, я пару дней назад, да и пока сидела, тоже думала, как можно разукрасить лодку, что туда можно добавить и что в принципе, какие цвета и с чем ассоциироваться будет. В работе юным полярницам поможет художник-график Мария Михайленко. Кстати, один из ее стрит-арт-проектов и стал источником вдохновения для сотрудников музея. Речь идет о креативной лодке, которая украсила территорию Мурманского морского вокзала. Мы работаем над тем, чтобы проектов стало больше, чтобы они вовлекали именно больше молодежи, потому что мне кажется, что за этим стоит большой потенциал и это всегда очень интересно. Ну, мне очень нравятся там всякие граффити, стрит-арты, и я решила поэтому себя попробовать. Желающих преобразить город среди юных полярницев оказалось так много, что сотрудникам теперь придется подумать о том, какие еще объекты можно внедрить в городское пространство. Смысл этого проекта не только в том, чтобы создать эту лодку, а вообще в целом познакомиться с современным искусством. Поэтому перед тем, как мы перейдем к мастер-классам, которые будут весной, будет четыре лекции, которые проведет Мария, посвященные современному искусству, которым она как раз и расскажет о граффити, о стрит-арте, ну и обо всех различных направлениях. Но как минимум я увидела закрытый дом на въезде. Когда ты въезжаешь в город, там прямо пятиэтажка полностью закрытая. Вот ее бы прямо превращать в объект, мне кажется, уже хоть завтра можно. Итог сотрудничества и, собственно, объект искусства презентуют в середине мая на всероссийской акции «Ночь музеев». К теме спорта. Команда по хоккею с мячом «Мурман» провела матч чемпионата России на домашнем стадионе. В этот раз наши хоккеисты встретились с игроками Сипсельмаша из Новосибирска. Этот матч – второй, на который пустили болельщиков после снятия ограничений на проведение спортивных мероприятий со зрителями. И мурманчане этот жест оценили. Трибуны забиты плотно, но с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Люди стоят в масках и на расстоянии друг от друга. На качество поддержки социальная дистанция не влияет. А потому трибуны то и дело взрываются громкими криками. За долгое время перерыва северяне истосковались по спортивным событиям. Поболеть за любимую команду на стадион приходят целыми семьями и верят в победу желто-черных, несмотря ни на что. «Команда Сипсельмаша из столицы Сибири организована. У нее очень мощная атака. Упорнейший матч качели. Но мы надеемся, что во втором тайме спортивное счастье будет на нашей стороне. И за этим мы пришли поддержать свою команду. И до последней секунды матча мы будем верить и дождемся своей победы». Прошлый матч Мурмана с московским «Динамо» закончился поражением. И хоккеисты сделали выводы. В этот раз поединок был напряженней. Сипсельмашу удалось прорвать нашу оборону и закатить первый мяч в ворота. А уже через несколько минут мурманчане, чувствуя поддержку болельщиков, сравняли счет. «Мы очень ждали наших болельщиков на трибунах. К сожалению, из-за пандемии это было невозможно до определенного периода. Но сейчас очень рады и ждем все больше и больше наших болельщиков, чтобы нас поддерживали». Долгое время команды шли ноздря в ноздрю. То и дело пытались прорваться к воротам соперников, но не могли пробить оборону. И только на последних минутах первого тайма Сипсельмаш снова вырвался вперед. «Матч на матч не приходится. Это спорт. Где-то лучше, где-то хуже. Но, на мой взгляд, команда сегодня выступает достойно. То, что после первого тайма счет 1-2, ну, это спорт. Просто соперники реализовали на один момент больше. Хотя у нас, вы сами видели, моменты тоже есть. Поэтому не могу сказать. Женя не был на матче с «Динамо», только переборел коронавирусом. «Но сегодня команда смотрится достойно. Все возможности того, чтобы отыграться и победить, у нее есть». Возможности для победы действительно есть. Лед на стадионе успели качественно приготовить благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта. С помощью организации отремонтировали раздевалки, душевые, трибуны. Да и болельщикам теперь удобнее. Новая звуковая аппаратура не искажает звук. Комментатора слышно в любом конце стадиона. Остается только побеждать. Это третья домашняя игра команды «Мурман» в этом сезоне. Мы, несмотря на то, что испытывали проблемы с подготовкой льда к первой игре, мы одержали победу. Вторая не совсем успешная прошла для нашей команды игра. Но, тем не менее, это заряжает, это аккумулирует на новые достижения команду. И я хочу поблагодарить администрацию Мурманской области за то, что разрешили на самом деле присутствовать на матчах под открытым воздухом, под открытым небом болельщиков. Потому что для нашей команды это самая серьезная мотивация. В этот раз, однако, поддержка болельщиков не помогла. Удача оказалась на стороне новосибирцев. Итог матча 6-3 в пользу Сипсельмаш. Следующая встреча в рамках чемпионата России по хоккею с мячом состоится 11 декабря. «Мурман» сразится с уральским трубником из Первоуральска. Для справки, хоккейный клуб «Мурман» – самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом. И единственная команда в Мурманской области, выступающая в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского и регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. Мурманский морской торговый порт – один из его основных партнеров. Вместе с переходом в Суперлигу, то есть Игр за Кубок чемпионата России по хоккею с мячом, у «Мурмана» появилась и молодежная сборная. Она базируется в Мончегорске. Ребятам также оказывается поддержка. В этот четверг в эфире «Арктик ТВ» смотрите новый выпуск программы «Проще говоря». Героем эфира станет генеральный директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий. Любовь к хоккею у мурманчан очень сильная. Они играют и поддерживают спортсменов всей душой. И это неудивительно, ведь эмоции, которые получаешь во время игры, самые искренние. Игра, она состоит не только в забиваниях голов, передач, как говорится, ударов. Она состоит из эмоций. Есть эмоция самого игрока. Это больше связано с настроем на игру, с его физической подготовкой, интеллектуальной, что мы делаем в начале сезона, в подготовительный период. Но есть эмоциональная составляющая – это болельщики. То есть, если они кричат, поддерживают и подбадривают, то состояние игрока совершенно другое. Конечно, поддержку нашему профессиональному клубу «Мурман» оказывают не только болельщики. Есть такое понятие, как команда, да, хоккейный клуб, а есть команда наших партнеров, без которых наше движение и, скажем так, существование полностью невозможно. У нас много главных партнеров, которые чуть-чуть меньше помогают, больше, но в совокупности это получается такая цепочка, которая приводит к результату нашего движения, то есть технического, инфраструктурного. Наши партнеры – это правительство Мурманской области, это правительство города Мурманска. У нас основной, скажем, наш партнер – это Мурманский морской торговый порт. То есть это уже, я бы сказал, одно целое мы стали. Чтобы команда была сильной и успешной, нужно самим воспитывать молодые кадры. И наше подрастающее поколение чемпионов тренируется в Манчегорске. Молодежная команда хоккейного клуба «Мурман». Регламент Суперлигии гласит о том, чтобы была еще молодежная команда. То есть она у нас базируется в Манчегорске. То есть это такой, скажем так, наш тренировочный лагерь для того, чтобы там ребята молодые развивались и приходили к нам. Полное интервью о закулисной жизни спортсменов, их тренировках и том, как красиво играть в хоккей, вы узнаете в новом выпуске программы «Проще говоря» с директором хоккейного клуба «Мурман» Сергеем Чернецким. Увидеть ее можно в эфире телеканала «Артик ТВ» и на нашем сайте. На этом все. Больше новостей вы можете узнать на нашем сайте arcticdefis.tv.rf или в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. 10 декабря ночью температура по области составит от минус 6 до минус 2 градусов. Днем в Мурманске и Североморске от минус 1 до 0. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. В Никеле и Манчегорске от минус 2 до минус 1. В Апатитах и Кавдоре от минус 2 до 0. В Кандалакше и Полярных Зорях до 0 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok